Всем привет! С вами снова Виталий Доровских, менеджер по развитию продуктов компании Usergate. Сегодня снова продолжим нашу серию роликов на тему «Знаю и люби свою сеть». Напомним, как выглядит стандартная сеть с периметровой защитой и с контролем точек вне сети. Есть у нас периметр, есть парк оборудования вне сети. Все это у нас через сеть интернет подключается к нашему периметру. За периметром у нас еще находятся никакие сервисы на многофактов в идентификациях. Если мы не пользуемся своим, внутри периметра у нас также есть свои рабочие станции. Стэк с сервисом, к которым обращаются пользователи. Сетевое оборудование, через которые у нас идет Connect к сервисам. Также у нас есть сервис централизованного управления. Здесь у нас некий сервис службы каталогов, откуда мы берем данные по пользователям, с чем мы сравниваем. У нас есть прописанные правила доступа. Сервисы у нас уже гранулярно настроены согласно правилам доступа. Наши пользователи имеют доступ именно к тому, что им положено и ничего более. Но во всей этой схеме мы не учитываем один важный момент. Мы не учитываем безопасность состояния самих точек. Что мы можем сделать, чтобы этот вопрос решить? Самое первое, что мы можем сделать, это на лету проверить верхний уровень, например, что за операционная система стоит на рабочей станции. Еще до того, как у нас залогинится пользователь, мы уже узнаем, что у нас за операционная система. Что нам это даст? Мы сможем понять, из какого пула оборудования потенциально это может быть. Если у нас мобильное устройство на системе Android, например, и у нас есть штат мерчендайзеров, которые работают именно с таких оборудований, то мы уже верхний уровень можем предположить, что данный оборудование относится именно к группе пользователей мерчендайзера. То есть уже рассматривать правила доступа, изначально настроенные для этих пользователей. Если пойдут какие-то отклонения по доступам именно, которые положены мерчендайзерам, мы уже даже на этом этапе можем данное соединение оборвать. То есть оно будет у нас подозрительно неправильное. Тут также проверяем операционные системы. В правилах HIPAA у нас это тоже будет все учтено. Это первое. Второе. У нас есть некий список требований к рабочим станциям. Такие как обновленность операционной системы, наличие антивируса, обновленность антивирусных баз, наличие включенного firewall. Процессы, которые разрешены либо даже обязательны на рабочей станции, либо которые наоборот запрещены. Проведя проверку по этим параметрам, мы выстраиваем некий такой чек-бар, где мы проверяем, что у нас выполняется, что у нас наоборот не выполняется. То есть и делаем вывод, насколько у нас рабочая станция безопасна для нашей инфраструктуры. Часть из этих требований мы можем проверить с помощью агента нашего user gate клиента сразу на рабочей станции. То есть если мы видим, что, например, у нас процессор был загружен на 3%, а теперь он загружен на 70% с той же самой оперативной памяти, можно сделать два предположения. Первое. Кто-то нелегитимно, например, майнить с нашего оборудования криптовалюту. На оборудование попал, например, шифровальщик и он пытается загрузить весь жесткий диск и записать его. Поэтому эти процессы мы можем уже с помощью нашего агента решить на рабочей станции и, например, соединение запретить сразу же. То есть не ждать срабатывания правила на сервере. Также эти правила у нас позволяют получить доступ именно к тем сервисам, которые у нас находятся в инфраструктуре. В случае, если правила выполняются не полностью, то есть есть какие-то некритичные замечания, у нас есть некий сегмент безопасности. Туда перенаправляется наша рабочая станция, там располагается некий веб-сервис и пользователь видит на экране у себя о том, что ваша рабочая станция не совсем безопасна. Просьба обратиться к системному администратору либо исправить те политики безопасности, которые вы не прошли. Например, вы забыли включить firewall, включите firewall, проверим его версионность и вы будете снова допущены в сеть. Также мы можем проверять контекст доступа. То есть возьмем, например, такой контекст как время доступа. Неожиданно наш главный бухгалтер вдруг в 4 часа ночи подключается к инфраструктуре сети и пытается попасть на какой-то сервис, например, с бухгалтерскими программами. Да, это может быть, что у нас завтра последний день сдачи отчетности, бухгалтер просто пытается это успеть. Но если это доступ нелегитимный, к нему надо отнестись с вниманием. Также у нас возможно, например, неожиданно рабочая станция, которая вчера была у нас в Москве, сегодня она у нас уже находится почему-то в Голландии. Непонятно, то ли человек у нас уехал в командировку и там он занимается своими рабочими обязанностями, либо он не выключил как-нибудь VPN сервис и поэтому у нас показывается, что он заходит из другой стороны, либо действительно к нему подключился кто-то и какой-то сервис использует подключение, ведущее на сторону. Поэтому такое соединение потенциально может быть тоже заблокировано именно по контексту. Что еще из контекста мы можем предположить? Например, на рабочей станции мы также не исключаем, не то, что не исключаем, а первый пункт мы уже логин, пароль, само собой разумеющийся, мы уже пропустили, даже его не рисовали. Но, например, у нас на этой рабочей станции, где сидит у нас руководитель отдела продаж, вдруг после того, как он отключился, руководитель отдела продаж пошел у нас на обед, включается. Рабочая станция у нас, допустим, полностью безопасная, всем критериям соответствует, логин, пароль у нас полностью легитимен, у нас входит в доменную группу, но у нас не совпадает сам пользователь, тот, который логинится, с тем компьютером, на котором он логинится. То есть просто кто-то из коллег решил зайти с чужого компьютера, чтобы, ну, не знаю, например, установить социальные сети и сделать это не со своей компьютера. То есть вот эта связка оборудования пользователя у нас не стыкуется, это тоже контекстная проверка, которая не была пройдена. Такое отключение необходимо либо присольно на него посмотреть, если такая ситуация возможна правилам компании, либо, опять же, такое соединение запретить. Еще немаловажным моментом является то, что данные решения можно использовать для обогащения данных нашей CM-системы. У нас уже инфраструктура внутри компании настолько выросла, что у меня не хватает места для дальнейшего рисования. Давайте ее немножко расширим. И здесь нарисуем наш сок с ядром в каком-нибудь емом. Все события, которые у нас происходят на наших рабочих станциях, в том числе и контекстные события, логируются у нас через наш фаервол на соке, в результате чего мы обогащаем данные о инцидентах, которые происходят у нас в сети. То есть каждый по себе из этих инцидентов по отдельности может быть незначительным и не привлекающим внимание, но в целом эта картина может быть пугающая, либо дающая информацию о том, что происходит некое распределенное воздействие на нашу сеть, на которую надо не отреагировать. Более того, в сок мы пишем все наши события, которые происходили, и мы можем ретроспективно потом посмотреть, как, например, атака у нас развивалась. На этом у нас все. Спасибо за внимание. Встретимся в следующих видео, когда мы более подробно расскажем уже про наш продукт «UserGate Client». Продолжение следует...